Я хочу поделиться Словом Господнем тем, что Бог положил мне на сердце то, что преображало меня, и верю, что оно послужит и для вас благословением. Родился я в христианской семье, и с детства я знал о Боге. И преображение — это интересная мысль, интересная проповедь и события в жизни Иисуса Христа. Для нас много чего можно научиться. Но когда я вырастал, я мог сказать так, что по временам я видел какие-то перемены в своей жизни. По временам я видел, что Бог что-то делал во мне. Крестил Духом Святым, где-то Господь меня научил, наставил, где-то обличил, где-то было пророческое слово ко мне, или какой-то сон Господь послал. Где-то я видел, что я духовно возмужал, возрос. Но, проходя свой христианский путь, я наблюдал, что нету того, чего хотелось бы. Вот мы с вами знаем о Христе. Мы знаем с вами, что сделал Христос. И мы понимаем, что мы должны быть святы, как Христос. И мы должны быть подобны и Христу. И вот мы знаем, как бы есть планка Божьего требования. И мы так смотрим на это, и где-то в глубине души мы понимаем, что мы не досягаем вот той планки, которая от нас требует Бог. Вот той святости, вот той любви, вот той доброты, может быть. И очень часто мы находим, что мы воплоти, мы бессильны, часто согрешаем. И вот только по Божьей милости мы как-то спасаемся. И вы знаете, на протяжении моего духовного роста, и на сегодняшний день я продолжаю расти, «Я верю, Господь мне показал один из моментов преображения, который мне помог, и верю, что Он поможет и вам». Мы знаем, что Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, у Него было пять целей. Он сказал, что «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Это первое. Толстый палец. Второе, Он сказал, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Третье, пленникам освобождения, слепым прозрение четверто, и измученных на свободу. Это пять служений, пять целей, которые имел Иисус Христос в своей жизни. И Дух Святой так повел, что я должен тоже пройти все пять служений. Ну, я же родился в христианской семье, я с детства знаю Бога, и как бы, ну, ну, а как оно мне относится? Вы знаете, одно из вещей, которые Дух Святой указал мне лично в моей жизни, и я думаю, оно касается всех нас. Эта молитва очень наша. И вот там мы молимся и говорим такие слова. «Прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Вот слово русское «прости нам, долги наши», оно как-то, ну, ну, какие долги мы должны, да? Если глубже посмотреть это слово, «прости нам согрешения наши, грехи наши, прости нам то, чем мы задолжали тебе и другим. Те обеты, которые мы тебе обещали, те заветы, которые мы заключали, те слова, которые мы тебе провозглашали, но мы не исполняем даже того, что мы сами сказали». И у нас создается разрыв. Мы как-то в своей жизни хотим быть прощенными, любимыми, принятыми. Ну, очень часто я лично в своей жизни находил то, что когда я люблю Бога, когда я послушен Богу, когда я хожу за Богом, Бог ко мне благоволит, Он улыбается, Он ко мне добрый. Но когда я грешу, Бог на меня гневается, злится, я сею, что я жну, я несу какие-то страдания в своей жизни, какое-то бремя, какое-то иго, и как-то Бог меня наказывает, дисциплинирует. Вот еще такие слова, кого любит, того наказывает. И оно как-то, я понимаю, что, ну да, есть прощение. Но почему я прошу прощения? Я не чувствую себя прощенным. Вот в голове где-то я понимаю, что Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши. Если я попросил прощения, покаялся, в разуме я понимаю, что меня Бог простил, но в сердце я не чувствую. И если что-то, ну, плохое в жизни случается, неудача какая-то, сразу приходят мысли, это Бог тебя воспитывает, это Бог тебя наказывает, это Бог тебя дисциплинирует. Отпакайся. И вот такая внутренняя война. И Дух Святой повел меня дальше. И есть интересное местописание Матфея, 18 глава. Давайте посмотрим на вот этот момент прощения в глазах Бога, прощения и что оно вообще на самом деле представляет. И как не только знать в разуме, что я прощенный, но как чувствовать, действительно чувствовать, я прощенный. С легкостью, с улыбкой. Матфея, 18 глава, с 21 стишка и ниже. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз. Посему Царствие Небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и кланясь ему, говорит, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динарию, и схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его, и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его. Мы эту историю с вами хорошо слышали и знаем. И есть моменты, когда даже я знаю лично таких людей, которые говорят, что да я простил этого человека. Или, ну там, скажем, у них какие-то обиды с детства, с молодости, обиды там на отца, и она говорит, да я простила его. Но каждый раз, когда попадается беседа, разговор или удачный случай, она ворачивается опять говорить о своих обидах, о своих душевных ранах, о своей тяжести, которые были в ее жизни и что сделал, может быть, этот человек в ее жизни. Будь то отец, или какой-то мужчина, или женщина, или учитель, или пастырь. И как бы человек в разуме своем говорит, да я простил. Но как только попадает момент, он опять об этом говорит. Как бы в голове простил, а в сердце не простил. Или может быть так, он головою простил, старается об этом не говорить, но как только он видит этого человека, сразу все всплывает, и уже такая какая-то холодность, уже не хочется здороваться, не хочется общаться, не хочется подходить, как-то стороной обходить, потому что ты все помнишь, что сделал этот человек с тобой. Друзья, я хочу сказать, что в духовном мире есть темницы, от которых пришел Христос освободить нас. Действительно, темницы. Есть люди, которые измучены, и Христос пришел их вывести на свободу. Когда Петр обратился к Иисусу Христу, он говорит, сколько раз прощать мне брату моему, Христос сказал, не говорю тебе до семи, но до семи жди семидесяти раз. В еврейском языке это не нужно математику делать, это просто означает бесконечно. Постоянно, бесконечно. И Христос приводит причту, как это работает и почему. И он рассказывает, что Царствие Небесное, оно подобно одному хозяину, царю, который решил сосчитаться с рабами своими. То есть он позвал всех своих должников, кому он позанимал деньги или кто должен был ему что-то. И он говорит, я уже устал вести бухгалтерию, давайте мы с вами сосчитаемся, утрясем наши вопросы, утрясем долги. Все, пришла мера. И вот приходит человек, который должен был ему 10 тысяч талантов, но не имел чем заплатить. И что происходит? Он падает, он упрашивает своего господина о милости, и господин его прощает. Я хочу, чтобы вы для себя, может быть, записали или запомнили в своем сердце и в разуме. Прощение, оно состоит из трех вещей. Это не просто сказать, что я прощаю или, господи, прости, и я прощаю. Нет. Прощение, оно из трех вещей. Давайте посмотрим внимательно. Написано в 26 стишке, раб тот пал и кланяясь ему, говорил, государь, потерпи на мне. Государь, умилосердившись. Первая ступенька прощения, это проявить милость. Милосердие. Есть люди в нашей жизни, которые не заслужили прощения, которые с нами жестоко поступили. Вы знаете, мне довелось беседовать с девочкой, которую родители живые сдали в детский дом, потому что они были алкоголики. В 9 лет они умерли, когда ей было 9 лет. Но они приходили и посещали ее. Она всегда знала, что у нее есть родители. Но когда они умерли, она осталась сирота. Потом она с братом эмигрировали в Америке. Но в Америке так случилось, что он попадает в авиакатастрофу и умирает. И она остается единственная на всем свете. Ни друзей, ни родственников, ни родителей, никого. И что происходит в ее сердце? Глубокая рана, глубокая обида, непрощение к тому, что с ней сделали родители. И сказать так, ну, сестра, прости своего папу, прости своего маму. Это легко сказать нам с вами. Но человек, который был глубоко душевно раненый, просто сказал, ну да, я их прощаю, Бог с ними. Но в душе не Бог с ними. Первое есть в нашем разуме такое, что мы хочем справедливости. Мы хочем, чтобы поступили честно. Мы хочем сюда. Мы хочем, чтобы вот как мы честны, так и с нами честны. Как мы правильно, так и с нами правильно. Но, друзья, если бы Бог поступал с нами по справедливости, поэтому мы должны посмотреть на тех людей в нашей жизни, на которых мы держим обиду, на которых мы держим досаду, горечь, ревность, боль, непрощение. И таких людей, первое, нужно помиловать. Они, может быть, недостойны. Возможно, вы правы. Возможно, это вообще не ваша вина. Но помилуйте их. Это первая ступенька прощения. Второе мы читаем ниже. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его. Друзья, есть люди, которых мы головою простили, но в сердце своем мы их не отпустили. Мы их носим с собою в сердце. Они там, с нами. Создается духовная темница. Этот человек, которого мы не хочем простить, мы его хватаем за горло, душем его. Отдай мне, что ты должен. А что он должен? Ты должен был первый прийти попросить прощения. Ты должен был первый извиниться. Ты должен был мне помочь. Ты должен был быть там отцом для детей, матерью для детей. Ты должен был не пройти меня мимо. Ты должен был поддержать меня. Ты должен был прийти вовремя, ты должен был побеседовать, наставить. Ты должен, ты должен, ты должен. Создается долг, создается обида, создается непрощение. Когда я говорю, что ты должен, я на того человека уже держу. Я его за горло держу и душу его. И эта темница моя личная, я его кидаю в собственную темницу сердца, замыкаю на замок и говорю, я тебя не выпущу оттуда, пока ты мне не отдашь все, что ты должен. Но вот именно он не может вам отдать ничего, потому что он в темнице, потому что вы в темнице. Нужно отпустить, отпустить сердце, отпустить чувства, отпустить от желаний, отпустить от мыслей полностью, отпустить это, Господи, я отдаю тебе. Это миловать, это отпускать, все, все, иди, иди, сердце с Господом, все, не хочу. Вы знаете, есть мысли, которые к нам приходят, и они нас мучают. Есть воспоминания, которые приходят к нам, и они нас мучают. Отпустите, отпустите, не ждите справедливости, не ждите суда, отпустите. И третье, написано, и долг простил ему. Другими словами, первое, помиловать, второе, отпустить, и третье, забыть, просто забыть. Это принять твердое решение, не вспоминать. И если вспоминаешь, ты должен сам себе сказать, все, я его помиловал, я его отпустил, и я не хочу вспоминать, все, я забыл. Я это забыл, Господи, я это забыл. И ты выкидаешь это из своей жизни. И вот тогда, только тогда, ты по-настоящему простил того человека. Вот так поступает с нами Бог. Он милует нас. Он не держит нас и требует так. Заслужил, получай. Он милует нас. Он не ссойдет нас в духовную темницу. Он прощает нас. И написано, грехи наши берет и кидает за спину, и не вспоминает боли. Вот так и мы должны поступить. Давайте пойдем ниже. Смотрите, я уже говорил о том, что когда я не прощаю другого человека, я его удушиваю. То есть, духовная жизнь того человека, она будет деградировать. И моя будет духовная жизнь тоже падать. Смотрите, когда мы дышим, это дает нам жизнь. Но когда меня удушиваешь, мне хочется жить, мне хочется дышать. Это духовный принцип, который Христос рассказывает, что мое непрощение, обида, досада, горечь, неприязнь, оно мое духовное состояние опускает и деградирует. И тот человек тоже не может чувствовать радости, не может чувствовать мира. Он не может быть свободным, потому что он знает, что я на него имею. Дорогие друзья, в 30 стишке написано, когда тот товарищ упал, его говорит, слушай, прости меня, помилуй меня, потерпи на мне, я все отдам тебе. Написано, но тот не захотел. Прощение – это не чувство. Прощение – это хотение, это решение, это добрая воля. Вот приходит человек, он не заслужил прощения. Может быть, он действительно полностью неправ. А вы говорите так, вот я, когда буду чувствовать, что я тебя готов простить, я тебя прощу, а сейчас я не готов тебя простить. Друзья, это не то, что я буду чувствовать себя готовым простить, или не буду себя чувствовать о том, не в этом вопрос. Вопрос в том, что надо принять решение, захотеть, захотеть простить. Господи, я хочу простить того человека. Он меня изменил, он меня предал, он меня обругал, он меня опозорил, он меня оставил. Господи, она, они. Я говорю, ты должен захотеть. Господи, я хочу их простить, я хочу забыть. И именно пойти молитвой, вот как вот это местописание, пойти по вот этому местописанию, вот такой молитвой. Молиться вот так, как в этой притче рассказано. И мы принимаем решение, чтобы отпустить этого человека. И он уходит, мы его прощаем. Наши чувства о том, что я простил его, они ко мне придут после. После. После того, когда я примирился, после того, когда я простил, отпустил, забыл. Вот тогда только придут чувства прощения. Но раньше они никогда не придут. Раньше придет осуждение, обвинение, угрызение, стыд. Дорогие друзья, посмотрите, что происходит дальше. Государь его призывает и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего? Я опускаюсь ниже. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям. Вы знаете, это гневает Бога. Это очень сильно гневает Бога. И мы в молитве, отче наш, молимся, прости нам, как мы прощаем другим. И наше непрощение к другим, это гневает Бога. Очень сильно. Но кто такие истязатели? В другом переводе написано, что разгневшись, государь его отдал его в темницу и отдал его истязателям. То есть посадил его в темницу и отдал его истязателям. Я хочу сказать, что непрощение, обида, горечь, досада создает духовную в темницу в жизни человека. Когда он духовно расти не может. Когда он плоды Духа Святого в своей жизни приносить, любовь, радость, мир, долготерпение, не может. Потому что он в темнице. А кто же такие истязатели? Потому что ниже написано, что Христос сказал, так Отец мой Небесный поступит с вами. С вами, со мною и вами. Если мы не простим ближнего своего, от брата своего, от сердца своего. Согрешение его. Я понимаю, что истязатели, о которых здесь говорится, которые сегодня работают, это есть духовные личности. Это демоны. Это болезни. Это разрушения. Это горечи. Это все плохое, что приходит и мучает нас из-за того непрощения, обиды, досады и горечи. Но простить другого человека, это первая ступень в нашей жизни. И вот мы с вами промолились, сказали, Господи, мы всех прощаем. Да, истинно. Мы плачем со слезами. Мы отпускаем, мы забываем. Мы становимся хорошими людьми, Господи, все. Но почему мы не чувствуем себя прощенными? Почему к нам не приходит вот это чувство прощения? Ну как-то придет частично, но все равно какая-то тяжесть, какая-то такая уныние в нашей жизни. Я хочу обратить ваше внимание на другое местописание, я уже читать его не буду, но там написано так. Если глаз твой согрешил против тебя, что нужно с ним сделать? Если рука твоя согрешила против тебя, что нужно сделать? Отсечь. А ногу отрубить. Вот подумайте, я в один. Как мой глаз может согрешить против меня? Вот своим глазом грешить я могу, а вот грешить своим глазом против себя как? И вот моя рука, написано, если рука твоя согрешила против тебя, да? Вот как моя рука грешит против меня? Как? Это же я грешу своей рукою. Я верю, друзья, что Христос хочет нам сказать, что есть вещи в нашей жизни, которые мы видели своими глазами, и мы носим в своем разуме, и мы носим в своем сердце, и мы не хочем простить сами себя. Мы будем себя угнетать, мы будем себя давить, мы будем себя унижать, мы будем себя топтать, мы будем себя загонять, забивать, непонятно какие слова подобрать, и мы... Зачем я это видел? Боже, да лучше бы я этого не видел, и оно во мне крутится, и я не могу от этого освободиться. Это то, что я сделал своими глазами, то, что я против себя поступил. Вы знаете, есть вещи, которые мы делаем своими руками, и мы потом зажалеем. Да зачем я это сделал? Да зачем я это трогал? Да надо было мне туда лезть. И мы виним сами себя. Мы виним свою руку. Ах ты такая! Что ты наделала? Мы держим на себя обиду, мы держим на себя досаду, мы держим на себя... Вот почему, Господи, я знаю, я должен был... Ну почему я не поступил? Господи, я знал, но... И мы на себя, на себя, вот это вот, а все мы поворачиваем на себя. И есть нога наша. Вы знаете, я знаю человека, который до сих пор обижается на себя за то, что он переехал в Америку. Вы говорите, Вадим, если бы я приехал в Америку, и на интервью я бы сказал правду, я был бы спокоен. Но я же схитрил, ну не то, что обманул, но схитрил. И он не имеет покоя. Он не имеет мира в сердце. То есть его нога завела его в Америку по хитрости. И вот он ее теперь винит. Ах ты, моя нога! Да зачем я приехал? Да зачем я поступил по неправде? Да зачем я пошел в этот дом? Да зачем я пошел в этот бар? Да зачем я пошел к этому человеку? Да лучше бы я туда не ходил, да ноги моей туда не ступал. Друзья, надо себя простить. Себя отпустить. Надо себя помиловать. Вот мы, храм живущего Святого Духа в нас. Мы должны любить свое тело. Мы должны любить свой храм. И третье. Больно много среди нас обижены на Бога. Обижены на Бога. Каким образом? Господи, я с детства Тебе служил. Я на миссии ездил. Я проповедую. Я учу воскресную школу. Я десятину даю. Я вкус пива не знаю. Я наркотиков не пробовал. Господи, я никого не обворовал. Я всегда старался честно поступать. А Ты должен был меня благословить. Ты должен был сохранить. Ты должен был провести. Господи, почему я подписал контракт, а он провалился? Почему я в аварию попал? Господи, где Ты в моей жизни? Вот посмотри тут. Вот это. Господи, Ты должен был со мною быть. Ты должен был меня поднять. Ты должен был меня защитить. Ты должен был меня провести. Ты должен был меня нести. Господи! И у нас появляется досада, обида, горечь, непрощение. Бог нам был должен, а его там не было. И теперь, когда мы смотрим на Бога, Он больше не добрый, Он больше не милующий, а Он некий грозный судья. И мы смотрим, что у нас только суд. Все, только суд, потому что по-другому, по-другому никак. Друзья, три момента. Простите других. Простите себя. И не обижайтесь на Бога. Можно сказать, простите Бога, чтобы разрушить вот эту духовную темницу. Чтобы разрушить вот этих истязателей, которые приходят и мучают нас. И вот только тогда мы поистине можем легко чувствовать, что мы сами прощенные, что мы других простили. Мы способны будем приносить духовные плоды в нашей жизни. И много-много чего Господь сможет делать дальше в нашей жизни. Итак, прощение состоит из трех вещей. Это помиловать, это отпустить и забыть. Это то, что сделал я. Это то, что открыл мне Господь. Это то, что преобразило меня. Я сегодня в этих вопросах свободен. Очень свободен. Помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.